всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте мы спрашивали засовочку что с ней да как ну вот такая она теперь мадама теперь очень важно она готовится стать мамой потому что где-то недели полторы назад у них была любовь ну и чем это все закончится я думаю скоро узнаем обычно у кошек это 62 68 дней но учитывая то что она у нас дома совершенно такая необычная но я не думаю что будут сильные какие-то отклонения ну все совочка пойдешь гулять и чё покажи ребятам какая-то девка сердитая строить всех подряд ну чё пойдешь беги беги мои хорошие матершиница растет кого непонятно еще раз здравствуйте дамы и господа леди и джентльмены я вас приветствую жена не жена судьба судьба не перестает тыкать носом давать волшебного пенделя и стимулировать тыкать носом совсем недавно у нас прислал ссылку я посмотрел одного блогера и увидел что есть куда расти хочу начать пытаться что-то изменить в лучшую сторону форме видео и подачи материала если по качеству видео но вряд ли что-то получил получится лучше потому что та камера которая есть это panasonic в семьсот шестьдесят но она выдает свое максимальное качество то до освещения крупного плана и всего остального есть куда расти я постараюсь это сделать по поводу волшебного пенделя сколько раз я вот хотел выйти что-то про парфюм рассказать показать и да несколько видео таких были но все заканчивал тривиально просто бритье поглощало все и по итогу ну забросила эту тему согласитесь и тут откуда ни возьмись на нашем горизонте на моем личном горизонте появляется дмитрий совершенно необычный неординарный человек который убивается не только по бритью но и по запахам и присылает несколько просьбников я сам для себя решил начну реабилитироваться начну все это восстанавливать и начну наверное все таки с его пробников что он прислал а потом когда они закончатся перейду на свой парфюм который у меня сейчас есть и буду обо всем этом рассказывать возможно к тому времени кто-то из вас у кого есть своя коллекция парфюма со счет можем возможным поделиться пришлет что-нибудь чтобы тоже можно было показать как это будет или флакон или пробник совершенно неважно и буду рассказывать и об этом в числе но по поводу скажем так стимулирует это валерий багли когда совсем недавно на пятого дня он прислал вот это вот стихотворение но блин ребята это это ну ну когда так ну ты попробуй хуже делать то что ты уже делаешь да не выйдет не выйдет это не просто чей-то стишок это взрослый муж который давно уже в жизни определился это бизнесмен который знает что он делает и знает что говорит то есть как бы это кредит доверия который хочешь ты не хочешь а ты просто обязан его оправдать а возможно сделать еще и лучше но по поводу того что эмоционально заряжаете стимулируете ребята не случайно все распаковку и многие вещи вот здесь прямо перед вами делаю впервые я специально не пробую мыло и еще что-то другое до обзора чтобы те эмоции свежие эмоции которые возникают в процессе эксплуатации того или иного предмета они были получены вами потому что не только для меня но и для вас если изначально что-то попробую а потом выйду на экран и буду это пытаться транслировать на это уже будет не то совершенно не то и каково же было мое удивление что вы начинаете откликаться вы все знаете сергей ака ежик небритый и вот совсем недавно наверно где-то неделю назад может быть пределах пяти дней я получаю от него вот это сообщение где те же самые эмоции что я пытаюсь передать вам вот они просто хлещут на меня вот с этого сообщения одно только вот это вот чего стоит понимаете взрослого мужика который ну моего возраста ну там я кое-что еще зачеркнул так это вообще перехлёст но это как думал человек так и писал так вот за это вам тоже огромное огромное спасибо за вашу нескромность за вашу открытость и за ваше решение со мной поделиться теми же эмоциями что я пытаюсь отдать вам вот это вот это обратная реакция пошла понимаете это очень ценно это очень дорого для меня за это вам ну просто тоже огромное огромное спасибо это лишний раз подтверждает что канал строится не только мной это мы делаем этот канал те люди которых я перечислил это не единственное вас еще много 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 и каждый по своему кирпичику как муравейники каждый муравьишка он берет этот кирпич и тащит бым в кучку и вот у нас все растет 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 и на сегодняшний день уже 31 800 даже больше скоро у нас будет 32 тысячи а кто знает если вдруг на наш социум нашего канала снизойдется озарение и каждый начнет делиться видео с ссылками там или просто люба не люба не забывать ставить то но и дело не поздоровится на сегодняшний день он лидер 54000 на канале возможно мы еще и это переплюнем так что кто знает кто знает вот и за это в том числе вам огромное спасибо но теперь по программе хотел бы ответить на комментарий петра желобова который написал что он не может выбриться в ноль своим станком если не будет натягивать кожу и спрашивает у меня неужели ты каждый раз в ноль бреешься вот я не могу понять смотрю и не могу понять петр ты на самом деле прав так вот глядя на экрану ты не сможешь определить как человек побрился с виду он будет нулевой и только проведя пальпацию ты сможешь понять где у тебя библиэс а где дфс чтобы не внедряться вот в эти вот английские термины библиэс это грубо говоря попка младенца как привыкли говорит там мы это еще называем дельфинчиком там бильярдным шаром слоновая кость мы по всякому то есть это не сучка не задоринки а дфс это практически то же самое но время от времени у тебя будет где-то какие-то штучки возникать бывает полный дфс то есть где бы ты не брился станком у тебя все равно везде чуть-чуть до остается бывает везде ты выбрался в слоновую кость а в твоих трудно пробреваем их местах остаются маленькие-маленькие такие наш как ну чувствую что вот не все выбрал хочется еще поскоблить вот это вот дфс и есть но частичный ну то есть вот где-то что-то какая-то вот штука осталось я стремлюсь подсознательно всегда выбриваться в слоновую кость дельфина но не всегда получается а с чем это связано вообще вот как как так вот получается вот например с тобой да ты говоришь как бы я не старался у меня не получается понимаешь в чем дело очень большое подозрение из того описания что ты написал что тебе нужно менять станок тут техника бритья ты уже все не вытащишь объясню на примере того же старта 0 6909 118 плита если с плитой 118 09 неважно открытое закрытое добиться слоновой кости дельфина это вообще никакая не проблема то со станком 0 69 это очень 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 непросто если вообще у кого-то получится почему потому что он изначально мягкий станок он позиционируется для ежедневного бритья для любителей мягких станков а кто такие они вообще эти любители мягких станков это те люди у которых щетина такова которые они могут смахнуть буквально вот легко мягким станком и у них будет bbs то есть дельфинчик флоновая кость но такая у них щетина но повезло ребятам как правило к этой категории лица вернее к этой категории людей с такой щетина относятся это восточные ребята это япония корея китай и вьетнам и же с ними но у них вот такая щетинка косин это подтверждается всем тем что они собственно и производят тот же самый физер вот возьми ну они все мягкие и бабочки которые они делают они тоже все мягкие вот им так вот и повезет но мы-то не такие мы-то другие зачастую на щетина просто очень жесткая лично для себя если я беру мягкий станок тот же самый старт 069 я могу сделать bbs везде кроме своих проблемных зон тут хоть зашаркайся хоть зашкваркайся хоть до кости скреби но все равно этим станком у меня не получается все равно чуть-чуть визуально ты этого не увидишь никогда но сам для себя я буду узнать понимаешь вот здесь вот в этих вот местах вот чуть-чуть чуть-чуть до останется теперь все это переворачиваем в твою сторону ты сам говоришь что своим станком тебе так и не удалось выбриться в ноль в кость слоновую попку младенца дельфинчик слушай дружище возможно тебе пора слонок поменять может быть он тебе просто мягкий вот такая вот идея да несомненно то что ты помогаешь себе техника и допустим если у тебя шерсть растет туда и на последнем проходит его так кожу оттягивая чтобы у тебя волос когда он вот так вот стоит а ты оттянул он я тырцу так поднялся от его хоп да это может помочь конечно но станок то мягкий и не везде и не всегда тебе это помогает да может быть еще и не поможет совсем поэтому самое простое что тебе порекомендовать это просто перейти на средней агрессивности станок или агрессивной но если есть регулируемый на нем попробовать или взять кого-то погонять чтобы понять а что такие как вообще вот ну лучше конечно сразу брать вот такой какой-то ответ а я да я стремлюсь выбриваться в ноль и лишь в тех случаях когда я понимаю что этим станком к чаще это мягкий у меня не получится я все равно дфс оставлю редкие вот эти вот пеньки пеньки это не значит их видно он там пень вот такой болтается нет пеньки это значит я провел руку я чувствую что здесь можно было бы еще убрать вот об этом речь следующий вопрос под одним из прошлых видео константин капустин наш донской казак задал такую задачку я там как раз показывал то что я начинаю практиковать сам себя пытаясь научиться бриться штрихками благодаря опять же александр тернавском за что ему огромное спасибо и тут константин капустин выходит не говорит не ты чё не это не для меня у меня там такая кожа если я начну такие лозе так мне вообще будет швак перебах и горит я там себе вообще все разнесу вот тут-то меня и торгнуло а я вот так не думаю константин и попытаюсь объяснить свою мысль смотри на прошлом бритье когда я брился 069 стартом с одной стороны я взял себе за правило всегда буду бриться штришками в другой стороны как обычно так вот 069 я здесь выбрил лучше чем здесь то есть штришки то помогают штришки то работают и не сказал бы я себе что там где-то я как-то там наш особенно разнес тут видишь в чем проблема нужно же понимать что ты делаешь как это объясняет александр тернавский то есть ты закрепляешь локти по туловищу грубо говоря печенку прикрываешь почки что у тебя там в этом месте растет и так вот тын 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 кистью и работаешь кто-то делает два три штришка кто-то 35 чаще всего ребята используя такой способ как они сами же и пишут комментариях работает от плиты то есть вначале ставят станок крышкой на лицо потом пока не соприкоснется до лезвия это и есть бритью от крышки от верхней плиты и вот так вот и пошел и пошел что дает этот способ частично я уже говорил это то что дольше живет лезвие доставляет работать даже тупое лезвие мог на как тупое неправильно сказал допустим ты бреешься по обычному и чувствуешь чтобы что-то не туда а вот когда так начинаешь бриться вполне себе может быть что она еще и заработает и побреет вот что она дает плюс ко всему если ты все-таки научишься владеешь этим способом то с определенной долей вероятности ты даже тем инструментом которым ты раньше бы не выбрался ты им все равно будешь выбриваться гораздо лучше чем ты брился раньше более но как красиво сказал надо записать хотя уже записал понимаешь чем морковка и если все это перевернуть и вспомнить то о чем ты говорил про свою нежную кожу да ну ты чё не нет если ты воспользуешь советом ребята будешь делать эти штрижки от верхней плиты наоборот и меньше будешь травмировать то что ты короткие движения делаешь небольшие часто это не значит что проведя по одному и тому же место сто пятьсот раз и там что-то себе разнесешь вовсе нет это значит что ты с гораздо больше легкостью будешь срезать этот волос даже не срезать сикать я бы сказал вот так особенно если пофантазировать и допустим если ты бреешься от верхней а потом возьми его просто тырц вот так вот так вот вот так под углом поверни вот тебе косорез готовый и так ты 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 все естественно это надо потратить время обучиться то есть набить руку пока морду не нафиг ну и конечно же вот на радиусах на радиусах это да тут тоже думать как возможно сработает практика работы клинковой то есть ты когда переходишь вот на этот радиус и пытаешься здесь что-то сделать если в обычном порядке тебе нужно его обходить а ты возьми необычном выведи ту кожу которую тебя на радиусе вверх или ту кожу которую тебя на радиусе вниз или просто у тебя вот здесь вот вот это вот идет изгиб что-то сравняй его попытайся его сравнять вывести на ровную площадку изгиб хоп ровно вот об этом и те же самые штришки будь я думаю что это сработает я не брошу не брошу учиться этим способом что я хочу научиться действительно интересно я уже первые результаты стал получать про прошлое видео я уже говорил что штришками я выбрался 069 здесь лучше поэтому тут терпение труд все перетрут надо учиться и я постараюсь научиться попробуй попробуй есть еще одно маленькое короче я обещал или что я это скажу по сути это может выглядеть даже как-то комплиментом как как-то рекламой или чем-то еще но это на самом деле просто просьба человека если бы ее не было ее наверное даже стоило выдумать но это реальность жизнь иногда преподносит сюрпризы ко мне недавно в ВК обратился Илья и говорит Викторович блин взял 0609 о вещь а давай с тобой махнемся на фоллсет рекса то есть я тебе отдам рекса амбассадор а ты мне фоллсет я говорю как бы Илья во первых у меня амбассадор то уже как бы есть ты где амбассадор а во вторых ну ну хочешь давай я ребятам по видео скажу поэтому ребят вот если у кого-то есть желание махнуться рексом амбассадором на фоллсет от старта то вот пожалуйста Илья ссылка на него будет конечно же в описании под видео то есть на его страницу ВК обращайтесь там уже сами договаривайтесь и прочее прочее зная о том что некоторые рексы попадались с браком и видео тут ребята сбрасывали прочее прочее вот эти вот винты тут плохо крутились заходили Илья сразу предупредил говорит не 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 у меня говорит все нормально я проверил я уже говорит брился мне повезло у меня без брака как впрочем у меня так что вот ребята кому интересно обращайтесь пожалуйста к Илье и в принципе можете вот помочь человеку кому это на самом деле нужно ну и теперь в завершении пожалуй то с чего начать то стоило но Софочка и прочее как-то выбило несколько из калии но тем не менее я продолжу эту практику и в самом начале всех поболтушек постараюсь рассказать о новых парфюмах в этот раз речь пойдет о а это Ганни Карон том самом который на распаковке Дмитрия я уроборос блин я был просто я был я был я был я был я не знаю что со мной было мало того что шерсть стояла дыбом я уже и просто я просто был в этом запахе меня настолько поглотило настолько было интересно я пытался его разобрать на составляющие на ноты потом плюнул на эту безнадёву и просто наслаждался тем кайфом который он дарит этот аромат был разработан 1978 году я даже дядьку выписал бинцент марчелло вы можете конечно почитать его с фрагницы он скриншот сейчас делают там все верхние средние и нижние ноты но ребята это вам не даст никакого даже малейшего представления о том что вы можете получить в некоторой степени может быть как-то вам экивоком послужит оценка на фрагниц там 4.13 по-моему из 5 возможных но это тоже знаете косвенное такое потому что это 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 не бамп на вашей дороге любителя парфюмерии это не бордюр это стена если вы по ней идете по этой дороге едете мчитесь то встретив вот это вы просто как минимум остановитесь вы не сможете это обойти перепрыгнуть сделать подкоп потому что вы вначале врубитесь в это а потом будете пытаться осознать что это такое вообще с чем это едят ой как интересно дай-ка я посмотрю это не будет вам гарантировать стопроцентного успеха у женщин но я уже сказала свой эфир но она это записала в старперский как водится ну моя девчонка легкая на расправу на это давайте не будем обращать внимание лично для меня это запах запах с большой буквы даже софочка вот у меня сейчас ногах вьется потому что открыл этот баллон софочка что ты скажешь сейчас секундочку скажи ребятам свое я или чё это такое вообще соф соф что ты думаешь философ включил ну ладно давай пикипать это 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 великолепный запах он настолько великолепен что он меня не только как машина времени перебросил в те далекие 70 80-е годы он 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 покорил свои и позантностью это мужской это никакой не унисекс это самый настоящий мужской он настолько же дремуч насколько и светил он настолько же коричневый от своих деревянных тонов которые там есть настолько же он призрачно близкуч той аурой которую он несет это софа я с людьми разговариваю ребенок иди уже ну давай ну и дикого вот вот сучка тогда убежал а сейчас это за того что держу эту штуку нет нет наверх нацелилась давай все моли мартышка резюме каждый из вас может по достоинству оценить аромат если среди вас есть любители чего-то неординарного и чтобы это скажем так нравилось вам не те люди которые хотят чтобы нравилось всем а вот именно вам потому что всем тут знаете еще писем и по воде велено поэтому ребята очень вкусная тягучая но без какой-то настырности нет ничего такого что заставило бы болеть вашу голову или ломать ее вы просто будете наслаждаться этим ароматом я понимаю что химия кожи у каждого своя и по каждому у каждого по-своему будет раскрываться но я когда нанес себе на затылочную часть у меня возникло желание даже вот сюда вот запястье нанести я просто ямлел я шел по улице в коконе тех ароматов которые меня просто чаровали от кружили голову я просто балдел и даже то что любимая сказала фу я чем все это так пахнет нет не фу а ой чем это от тебя так пахнет а игру а вот фух староперский не расстроила ничуть я все еще продолжал его любить ребята вещь вещь и такое на дороге не валяется если будет возможность будете проходить какой-нибудь большой мол и вдруг на полочку видите вот такую вот штуку ребята зацените сами зацените не пожалеете дмитрий еще раз тебе огромное спасибо за то что вы у меня из пачки застал оторвать жопу от стула собрать себя в горсти и хоть что-то начать делать по парфюмерной линии огромное тебе спасибо ну и судьбе тоже спасибо за то что в твоем лице на меня свела с таким человеком который также болеет за всю эту фигню также как как я болею мне это нравится очень нравится на этом это пожалуй что и все пошли бриться ну а что будет следующим бритьев частично вы уже знаете но в следующем видео я конечно вам покажу это подробнее догонять пока пока